привет всем мы начинаем следующий поток кто только подключился не понимает что происходит с вами находимся на дев party это 15-часовая конференция от gtg в которой мы задействовали множество городов в том числе я к вам подключился из инополиса это город европейской части россии время у нас 10 утра так же как и в москве вот и собственно с нами наш следующий спикер александр толмачев из перми привет у нас сегодня куча докладов про облака собственно и с этим связи с этим к тебе вопрос любишь ли ты путешествовать наблюдать за облаками поменялось ли что-то во время вируса но во время вируса стал любить наблюдать за облаками больше чем путешествовать как и все наверное а так ничего не поменялось на самом деле я больше интроверты поэтому нахождение дома хорошо от меня удаленка это прям для тебя да ну нахождение дома хорошо но удаленка нет то есть я бы все-таки выбиралась потому что мое субъективное мнение что производительность людей дома она снижается потому что увеличивается количество раздражающих факторов соответственно увеличивает количество раздражающих факторов ты должен часть энергии тратить все равно на их контроль соответственно у тебя производительность тратится на контроль раздражающих факторов как ни крути но это мое субъективное мнение 90 процентов людей говорят то, что как супер на удаленке, я стал суперэффективным. Понятно. Ну, многие это решают за счет увеличения рабочего дня в офисе. Если в офисе ты работаешь условные 9 часов, то на удаленке ты остаешься на работе всегда. Есть хорошая шутка про то, что хватит говорить, что мы работаем из офиса. Потому что мы работаем из дома. Давайте уже говорить, что мы просто работаем все время. Ну, у кого как. У кого как. Что же, давай переходим к обладу. Давайте. Тогда я начинаю. Друзья, я хотел вам рассказать про то, как мы с командой завезли в нашей компании систему мониторинга метрик. Она у нас завезена полностью на сервис Google Cloud Platform. И я хотел рассказать, с какими проблемами мы столкнулись, к чему пришли, и дать некоторые советы для тех людей, кто планирует разработку, либо уже что-то делает подобное, либо просто будет использовать подобные сервисы. Те болячки, которые мы собрали, я думаю, они вам будут полезны. Соответственно, сначала я хотел бы немного рассказать о нашей компании. XO — это компания, которая предоставляет услуги как бизнес-энджин для разработчиков и паблишеров игр. Соответственно, мы являемся таким хабом, и мы соединяем разработчиков игр, кто делают игрушки, и платежные системы. И мы им помогаем, чтобы они не концентрировались на технической интеграции с платежными системами, потому что по миру их там больше 700 разных вариантов, чтобы они не заморачивались по поводу Lego, то есть они работают только с нами, а мы дальше уже контрибьюдим со всеми другими платежными системами. Мы предоставляем разную аналитику, разные дополнительные фичи, ну, как все компании, то есть у нас там подписки, ключи, разные лаунчеры, логины. Соответственно, мы как бы такие помощники для разработчиков, паблишеров. Работаем там с такими ребятами, как Twitch, Steam и PUBG, ну, и вы здесь, в принципе, можете видеть таких крупных ребят. Соответственно, мы работаем по всему миру, VQ у нас в Америке, вот, а R&D весь сконцентрирован в Перми, потому что основатель, он из Перми у нас. Немножечко детальнее про услуги буквально расскажу. Получаются основные такие аспекты услуг, чтобы понимать, какой приоритет у нас разработки, анализа данных, над чем мы концентрируемся. То есть это такие четыре сегмента. Мы занимаемся увеличением оборота для игр, то есть мы подключаем разные платежные системы, терминалы, карточки, криптовалюту, разные электронные кошельки. И в мире VQ, как я сказал, уже больше 700 штук, поэтому с каждой интеграцией это технический момент, в котором могут появляться свои ошибки на нашей стороне либо на стороне платежных систем. Соответственно, разработчику это особо без разницы, потому что он покупает у нас услугу. Соответственно, мы должны это контролировать и быть экспертами в этом. Тут мы есть в каждом из этих направлений, я вот как Head of Data Science развиваю какие-то применения анализа данных и моделей. В увеличении оборота мы работаем с прогнозом текущего оборота, куда он идет, там, как работать с акциями. Также мы для какого-либо партнера ищем регион, который можно выйти, который наиболее сильно даст буст в обороте. И занимаемся локализацией текстов и помогаем выходить в новый регион. рост аудитории. Мы занимаемся работой со стримерами, так называемыми инфлюенсерами, работаем там на разные маркетинговые компании, чтобы у них было там все эффективнее. Разрабатываем новые методы монетизации этого дела и предлагаем разным партнерам работу с инфлюенсерами и говорим то, как это бустит их продажи на самом деле. По работе с футпринтом, то есть мы защищаем платежи у нас, там, система антифрода, мы блокируем негативные транзакции, смотрим, какие у нас там транзакции хорошие, настраиваем там разные правила, чтобы это не ломалось и также контролируем работу платежных систем, что они периодически появляются и умирают, также, что они работают, хорошо работают, то, что они будут работать длительное время, чтобы, если что, переключать трафик. И также мы занимаемся фондированием, то есть если у вас есть там желание сделать какую-то крутую игрушку, либо у вас есть знакомые, то есть вы можете спокойно написать, у нас есть форма на сайте и вполне возможно мы вам дадим денежку. Обо мне немного, то есть я head of data science, как сказал, в компании, также преподаю машинное обучение и там анализ данных в высшей школе экономики и на курселе ментор по разным курсам являюсь в этой тематике. Был спикером из последнего это на Python недавно было, ну как, уже недавно, уже, наверное, полгода, и Highlight, Highlight он перенесся, то есть он там в сентябре-октябре будет ориентировочно. Вот, и, соответственно, это я, поэтому вроде как что-то могу вам рассказать. Соответственно, сначала хотел бы такой предыстории рассказать, то есть от чего вообще эта система появилась. У нас получается в компании, ну, наверное, как и все компании, измеряют какие-то метрики, у всех есть какие-то продукты, мы понимаем там, что для нас важно, что не важно, и всегда бизнес-лидеры, продуктовнеры хотят какие-то метрики измерять, чтобы понимать, как у них бизнес работает. То есть вот наподобие там спидометра мы хотим понимать, у нас все хорошо, все плохо, в какую сторону идти, и идеология работы с метриками, она подразумевает то, что их нужно как-то отслеживать в динамике, то есть вы можете видеть там снизу зелеными то, что есть какая-то дельта, и мы как бы не понимаем, если бы у нас было просто рост 19%, это хорошо или плохо, а если мы видим то, что у нас рост 19%, но он по отношению к какому-то периоду увеличился на 2,8%, то это вроде как хорошо, то есть это уже дает какое-то понимание. И из идеологии работы вообще с метриками есть такое выражение из курсов, то, что метрика сама по себе, она какой-то такой сильной информации не дает. Лишь наблюдая метрику во времени можно делать какие-то выводы и говорить о том, что что-то становится лучше или хуже. Соответственно, мы когда начали работать с метриками у нас в компании, там, собирать эти метрики вот примерно года полтора или год назад, так вот плюс-минус, наверное, полтора уже с коронавирусом так вот все перемешалось в кучу, начали прорабатывать вообще вот как эти метрики, их такое большое количество, как они должны друг с другом взаимодействовать, потому что продуктовый подход разработки подразумевает то, что каждый продукт там в своей каше варится, а на самом деле у компании есть такая общая идея на цель это зарабатывать деньги. Соответственно, мы использовали иерархический подход формирования метрик, соответственно, мы определяем, у нас там какая-то главная метрика есть, или несколько главных метрик для каждого направления там можно свое это сделать. И далее мы смотрим, что на это влияет. То есть мы связываем наши метрики, что от чего зависит. Соответственно, когда мы связываем метрики, мы начинаем более прозрачно понимать, если у нас где-то происходит ухудшение и улучшение, то что в первую очередь могло на это повлиять. Конечно, там еще существует множество скрытых вещей, но в 90% случаев эта связь, она прослеживается. Соответственно, когда мы с вами начинаем прорабатывать эту иерархию метрик, смотреть, как они должны работать, понимать, над чем связаны и в каком продукте работает такая метрика, у нас это количество метрик, оно потихоньку начало расти. И мы начали их как-то структурировать, чтобы понимать, то есть, что от чего зависит, и есть только простое разделение по метрикам, то что есть метрики роста и есть метрики продуктовые. Метрики роста это вот итоговые метрики продукта, которые мы с вами наблюдаем в каких-то отчетах об эффективности, то есть там это продажи, какое количество пользователей увеличилось, какое количество там кликов, если мы маркетинговой какой-то штучкой занимаемся. И на эти метрики влияют метрики продукта. Соответственно, есть там всякие LTV, RPPU, конверсии, и есть прозрачное понимание, то что, чтобы увеличивать качество продукта, то есть увеличивать качество метрик, мы должны в итоге, чтобы это превратилось в оборот, мы должны увеличивать метрики роста. Метрики роста в итоге у нас с вами получаются из того, что мы можем их увеличить, вот как бы слева направо, двумя вариантами. Мы можем увеличить количество новых пользователей, то есть мы можем заливать трафик, и к нам будут приходить новые пользователи, соответственно, мы там денег больше банально будем зарабатывать, Но при этом мы все понимаем, что при увеличении количества, качество будет снижаться. И второй вариант – мы можем увеличивать качество. То есть мы можем как-либо видоизменять продукт, чтобы его метрики становились лучше. Соответственно, два простых варианта. Либо мы льем трафик, получается, и находим новых клиентов, там, это КСД какой-то, конференции и прочие штуки. Либо мы начинаем развивать наш продукт, чтобы наши метрики становились лучше, и, соответственно, они распространяются на всех пользователей текущих. И мы получаем некого лояльного пользователя. Соответственно, у нас история заключалась в том, техническая сторона, что, как я говорил, продукты, они развиваются самостоятельно. И слева – это история, которая была у нас там, условно, полтора года назад. У нас не было хранилища данных, и мы к нему пришли где-то полтора года назад. Соответственно, каждый продукт, он развивал свои решения на своих машинах, которые друг с другом связаны не были. Соответственно, построить какую-то аналитику по связанным этим метрикам мы не могли. И мы начали думать о том, что для построения, на самом деле, аналитики, которая бы обвязывала всю компанию, нам пора бы уже переходить к хранилищу данных. Потому что самая по себе машинка, на которой крутится продукт, или там кластер машины, которые обвязаны, на котором крутится какой-то продукт, это как бы хорошо, мы можем посмотреть что-то внутри продукта, но когда у нас пользователь из одного продукта переходит в другой, мы, по сути, вот его теряем, и мы не можем дальше отследить, что с ним стало. Соответственно, простое решение, то есть надо это все дело объединить. Начали ресерчить, и на таких двух вариантах остановились. То есть это у нас либо был бы Data Lake, либо структурированный Data Warehouse. От Data Lake отказались, потому что у нас такая связь с Google Cloud Platform уже налаживается где-то года два. И у нас все планы были активнее работать с ним, и ценовая политика Google, относительно Amazon и Microsoft достаточно хорошая. Соответственно, мы пришли к поводу того, что нам по тестам BigQuery подходит лучше. Соответственно, мы используем как хранилище наших данных BigQuery. То есть у нас администраторы занимаются настройкой прав всей этой истории. Репликация данных у нас со всех сервисов происходит через Demon Maxwell. То есть у нас напрямую любой апдейт в любом инстансе любого продукта пишется через Demon Maxwell через очереди батчами в BigQuery. То есть это прямо такая онлайн-репликация идет, и у нас, по сути, в хранилище данных любой онлайн-эпдейт мы его видим. Плюсом, что мы получаем... Как бы это один из моментов, почему мы выбрали BigQuery, потому что там плагинов куча, можно с этим работать легко. И, соответственно, почему плюс BigQuery? То есть мы сразу получаем структурированные данные, они как бы идентичны данным, которые были в продукты, мы получаем историю всех изменений, и, по сути, такой простор для аналитики. Далее мы как бы пришли в эру того, что у нас теперь есть все в одном месте, давайте, типа, делать дашборды. И мы начали делать дашборды. Есть замечательный инструмент, опять-таки, от Google Data Studio, кто, возможно, не знает, и кто-то там часто использует Tableau, Power BI, там, в пинтах, ну, графана, она больше для технических вещей, то есть она у нас и так живет. Вот. Если у вас есть там какой-то интерес, я бы предложил посмотреть Data Studio, потому что при исследовании разных BI-тулзов, когда мы смотрели, мы смотрели Лукер, СиСенс, то есть там, ну, разные инструменты, там, Power BI, Tableau, там, смотрели, там, отпало из-за Microsoft инструкции, инструктура одна штука, другая штука отпала за то, что было тяжелее интегрироваться. А Data Studio – это прям инструмент для любого. То есть там любой дешбор делается за пять минут, и этот инструмент бесплатный. Соответственно, если у вас данные, ну, и как мы все здесь разработчики на стороне Google, то есть я предполагаю то, что много у кого на BigQuery также инфраструктура развернута, хранилища данных. Поэтому, мало ли вдруг вы не работали с этим, то удобно и очень интерактивно настраиваться, динамические отчеты красивые, то есть вот все, как бизнес-пользователи любят, то есть все вот это там есть. Там есть ряд ограничений, то есть там нет, например, доступа к данным по API, там нету как бы такого сильного разграничения прав, там нету, получается, каких-то, ну, таких мобильных версий, то есть, в принципе, можно сделать отчет, но он не будет мобильный. Вот, и, а в остальном, в принципе, все прекрасно, замечательно. Есть свои особенности, ну, наверное, как везде. Соответственно, когда мы начали делать эти дешборды, мы начали у нас на них обрастать каждый продукт, у нас там метрики эти все, но мы пришли к тому, что у нас цифры вот этих, вот их стало, ну, очень много. Там, банально, вот, примерно в одном дешборде там может появиться очень много цифр. И появилась проблема, то, что у нас получилось так, то, что у нас очень много метрик, они становятся непонтролируемыми. То есть мы с вами получаем информацию о том, что у нас на каком-то дешборде продукты, например, у нас есть продукция Builder, вот эта вот история о нем на дешборде. И мы делаем дешборд, там бизнес-пользователь хочет кучу метрик, завозим эти кучу метрик, а в итоге получаем информацию о том, что этим дешбордом не пользуются. Эта проблема заключается в том, что первое желание бизнес-пользователя, чтобы у него в одном месте была вся информация. Опять-таки, как рекомендация, мы пришли к тому, что дешборд должен содержать только минимальный какой-то достаточный набор метрик, отвечающий на какой-то один или максимум три вопроса, не более. Далее, ответ, который пользователь будет видеть на дешборде, он должен быть однозначен. То есть у нас не должны быть какие-то метрики на дешборде, которые друг от друга не зависят или вообще отвечают на разные вопросы, тогда просто, скорее всего, пользователь найдет какое-то более точное место, где он отвечает на каждые эти два вопроса и будет сидеть там. Это такая проблема, и мы пришли к тому, что такая культура работы с дешбордами появилась. При этом все вот эти метрики, они ведь также и остались. То есть у нас получается история такая, то что на каждом дешборде есть куча фильтров, допустим, от двух до пяти, например, это в среднем. То есть снизу слева вы можете видеть, например, проект, мерчант. Это у нас обозначение наших клиентов. Соответственно, есть там диапазоны дат. То есть это все фильтрами настраивается. В зависимости от этих фильтров у нас изменяются значения метрик. И по идее дешборды нужны для того, чтобы пользователи ответственные за свои направления смотрели, увидели, что у них там что-то хорошо или плохо и как-то планировали улучшение своего продукта. По факту мы начали анализировать проблемы определенные. То, что партнеры обращаются, что у них что-то случилось. А мы, по сути, реагируем постфактум после того, как к нам обратились. Мы хотим быть такими экспертами, чтобы какую-то проблему, допустим, интеграция с платежной системой отвалилась, там у них какая-то работа происходит. А мы, со своей стороны, ну, должны раньше увидеть это, чем партнер. И как-то на это реагировать. Соответственно, у нас такой встал вопрос, типа, как мы это мониторим? У нас есть сейчас live team, у них есть алерты, но у них такие критичные алерты, когда там, ну, там, все умерло. Абсолютное большинство кейсов, по которым партнеры обращаются, это такие истории, когда умерло, но не совсем до конца. И вот. И как на это реагировать? То есть понятно, что там текущую систему мы проанализировали, вроде как, доработать нельзя. Подумали так, у нас мы же делаем дашборды, как люди с ними работают вообще? Начали смотреть. Вот что делают люди вот слева к белым? Они делают дашборды, создают какие-то SQL-запросы к институту ДВХ, делают кучу Google-шитов, то есть у нас вот в этом всем в общем, Google по-полному используют. Либо там получают фидбэк от партнеров. По факту, то есть у них создается ощущение, что они контролируют эту ситуацию, но на самом деле происходит такой момент, что у нас получается в среднем на одного пользователя больше 10 дашбордов, в среднем на дашборде один фильтр генерирует 100 каких-то уникальных значений, то есть там проекты, мерчанты, какой-то там третий фильтр. И вот мы можем эту комбинаторику посчитать, то есть мы получаем, что у нас там миллион комбинаций, и потом это еще, мы говорим, что допустим, на одном дашборде есть 10 каких-то важных метрик. Соответственно, если мы все это дело переможем, мы получаем то, что на одного человека получается 50 миллионов разных значений метрик, которые, ну, как бы, по идее, он должен контролировать. И получается так, что никакой человек это не может сделать. Соответственно, и что происходит в итоге? Человек берет, он такой, настраивает какую-то работу, метрики выводит, там, дашборды, мы ему это передаем, он с этим дашбордом живет, думаю, то, что все хорошо, а по итогу, когда он не может это контролировать, он для себя в голове на интуитивном уровне определяет то, что вот мне вот на самом деле вот эти две метрики нужны, а остальное, оно как бы, ну, оно есть и хорошо, я посмотрю, если это будет полезно. И далее, когда проходит время, ну, какие-то важные он смотрит, там, допустим, раз в неделю, какие-то менее важные он там просит кого-то из коллег там спросить, допустим, а какие-то вообще метрики, они просто пропадают из внимания. И происходит так то, что, ну, дай бог 20% метрик, они как-то смотрятся на периодической основе, а 80% метрик, они как бы, ну, вроде как бы и не важны так сильно, поэтому, ну, и не буду на них смотреть. То есть что-то случится, я туда обращусь. Соответственно, когда что-то случается, приходит дата аналитика, типа он, ну, там, либо технический специалист разбирается, либо дата аналитика, если какая-то продуктовая ситуация, начинает копаться, типа, что произошло. И по факту происходит ситуация, что, как бы, нету истории, потому что в BI вот все эти запросы, которые метрику считают, они, получается, в момент времени посчитаны. У нас проходит, допустим, неделя-две недели, и чтобы вернуть все вот эти значения метрик, так как они построены какими-то кастом-плеерами, они построены на каких-то там Google-шитах, происходит, получается, история то, что нужно воспроизводить вот расчет этих метрик, и потом их анализировать. То есть, и этот такой кейс становится регулярным, соответственно, мы видим уже две проблемы, то, что у нас, даже, наверное, три, то есть, то, что у нас партнеры обращаются с проблемами, то есть, мы, как бы, не превентивные меры делаем, а постфактум реагируем. У нас, получается, метрики не хранятся исторически, то есть, они хранятся на дашбордах, но их значения мы не можем быстро восстановить, чтобы как-то связать и посмотреть, что на что влияло. Нужно делать эту историю. Соответственно, у нас получается такая история, то, что нужно с этим что-то сделать. И по итогу вот этого всего момента мы получаем какую-то ошибку, и мы посчитали, допустим, если мы возьмем просто одну метрику, мы подумали, то, что метрика, на самом деле, это конверсия, да, и фильтры, это разрезы. И начали проектировать систему таким образом, что метрика, допустим, конверсия в успешный платеж, она на самом деле варьируется вот по фильтрам, да, и мы скажем, что это у нас разрезы. То есть, у нас есть проект, страна, геотайп, карточный бренд, это такие, ну, факторы наши. Соответственно, мы получаем больше 300 тысяч комбинаций только по одной метрике. Соответственно, логичным вопросом то, что нужно эту ситуацию как-то структурировать и решить. Соответственно, мы сели, у нас пришла задача, это то, что вот эти кейсы начали увеличиваться, нужно как-то это дело мониторить, и команда Data Science должна, так как это какой-то аналогический процесс, сделать решение. Так как множество компаний, там, ВКонтакте, Авито, Data Science, такая нормальная практика, то, что сами программируют, а порог входа в Google Cloud платформу, он, там, достаточно низкий, то мы с радостью взяли эту задачу и, соответственно, проработали, как бы, основные проблемы текущие. Получается, у нас продуктовые метрики не сохраняются в базу, то есть мы не можем понять, там, что было месяц назад, что было три месяца назад, а ретроспективный анализ, он, как бы, важен для следующего развития. Далее, получается, у нас нет никакой там статистической информации, то есть то, что метрика становится лучше или хуже, мы, как бы, понимаем только вот в точке, но при этом какой-то долгосрочный вывод не можем сделать. Потом уровень, вот, объемы этих метрик, он, по сути, растет там с каждую неделю, и риск вот человеческой ошибки, он увеличивается, потому что, ну, человек просто не способен обратить внимание. И еще один момент, то, что, как бы, метрики-то на самом деле переиспользуются, просто все, как бы, немного по-своему считают, и, наверное, у всех такая история была, когда на ком-то отчете сидишь на совещании, обсуждаешь одну ситуацию, а у тебя коллеги из другого дела, говорят, так нет, цифра же другая, то есть вроде, как бы, хочется, давайте это дело объединим, чтобы было хорошо. Соответственно, и нет никакого возможности, чтобы как-то автоматически реагировать на изменения метрик, чтобы пользователю сказать, вот, посмотри, здесь проблема. Соответственно, и, ну, и Data Studio, у него такая проблема, то, что, когда человек делает custom query, у него происходит этот расчет, формируется дашборд, датасет, но как эти данные в датасете посчитались, вот этот custom query может посмотреть только тот, кто делал, то есть ты можешь шарить на права Эдита, но при этом делая, ну, этого дашборда, этого, как сказать, запроса, который формировал датасет, ты его не увидишь. То есть, соответственно, когда человек там уходит в отпуск, или просто уходит, или просто он недоступен, нужно срочно посмотреть, ты даже не понимаешь, как эти значения посчитаны, ну, тоже нужно это как-то было решить. Мы сначала начали изучать, естественно, внешние сервисы, как это можно сделать, то есть, зная то, что у нас хранилище данных, это BigQuery, у нас, по сути, все данные реплицируются туда, и, по сути, все метрики мы можем над этим считать. Соответственно, в основном там сервисы работают на какой-то стриминговой аналитикой и реализуют, то есть мы начали изучать, там, название не буду приводить, то есть, если захотите, там, потом скажу с радостью, но прикол в том, что все сервисы, которые мы изучали, они почему-то хотят денег каких-то больших, то есть, условно, вот одна метрика, я говорил, это 300 тысяч наблюдений, то есть они формируются там каждую, там, минуту, час, соответственно, они хотят, там, ну, к примеру, средняя цена, там, 100-150 тысяч долларов в год. А у них, как бы, интерфейс, все это прекрасно, но цена какая-то слишком большая, вроде как, там, ничего такого сильно серьезного нету, а получается, денежек много хотят. Соответственно, но у исследования внешних сервисов есть прекрасная вещь, то есть даже если вы их не покупаете, вы получаете вообще кучу инсайтов в вашей предметной задаче, что нужно делать и на что обратить внимание. Поэтому такая рекомендация, то что если у вас появляется какая-то задача, все на самом деле уже за нас сделано, то есть кто-то это делает, но у каждого есть свой контекст. Поэтому категорически рекомендую всегда при изучении какой-то задачи изучать реализацию внешних сервисов, потому что кучу инсайтов даст, на что нужно обратить внимание. Соответственно, мы определили, что мы хотим в нашей системе, чтобы она, так как все данные на BigQuery, чтобы метрику мы могли формировать из SQL-запроса, то есть мы забрасываем просто систему, она дальше сама считает. А потом то, что у нас в метрике может быть разное количество разрезов в разных вообще типах, то есть в одной метрике это может быть проект, в другой метрике это может быть в разрезе сотрудников. Соответственно, здесь какая-то структура должна быть, которая, ну, под колонки, она не очень сильно бьется. Потом то, что эта система должна легко работать с хранилищем данных, сохранять всю историческую информацию, и у метрик на самом деле еще куча атрибутов есть, над которыми можно делать какие-то внешние сервисы, либо обогащать работу этого сервиса. То есть это владелец метрики, это абсолютное либо относительное значение метрики, там для разных аналитик, это направление бизнес-лайма метрики, и это подписчики на метрике, например. То есть там у нас это периодически растет, ну, просто что это должно быть. Потом система, естественно, должна, ну, детектить автоматически аномальное поведение метрики, чтобы снизить нагрузку на человека и снизить вот этот фактор человеческой ошибки. Далее она должна репортить, естественно, какого-то ответственного юзеру за вот эту проблему. И далее, в 21 веке, система должна самообучаться на основании пользовательского фидбэка, то, что там это было правильно определено, неправильно определено. Соответственно, модели должны подстраиваться под это дело. И далее мы хотим, чтобы у нас данные по историческим расчетам метрики, они могли переиспользоваться. Соответственно, мы сделали систему, которую назвали там системы мониторинга метрик. Она, получается, анализирует поведение метрики как значение во временном ряду. То есть мы посмотрели на там поведение наших метрик, они все у нас. Ну, так как платежный трафик, он, естественно, зависит от времени суток, он от дня зависит, то есть какой-то день больше играет, какой-то меньше играет. Соответственно, здесь именно такой подход должен быть с точки зрения математики анализа временных рядов, то есть детекта аномалий во временных рядов. Соответственно, мы определились там по анализу, как это должно выглядеть, и спроектировали архитектуру. Те сервисы в клауде, которые мы используем. То есть это у нас PopsApp. Вот я вот эти описания взял из описаний в углах, потому что когда их начинаешь читать, они вот прям такие красивые, то что там BigQuery fast, highly scalable, fast effective, fully managed cloud, that's warehouse. Ты когда читаешь, думаешь, прям вот супер вообще сервис. И, соответственно, мы что используем? PopsApp как очередь, DataFlow как стриминговый сервис для аналитики, Google Cloud Storage как хранилище каких-то непонятных объектов, BigQuery, потому что у нас как бы API-шка получается, и туда могут непонятные события присылать, и чтобы мы их потом обработали и поняли. BigQuery, естественно, как хранилище и как основную базу, это я дальше расскажу. DataStudio как BI-Tools. Stackdriver у нас, тут буква М у меня уехала, то есть Stackdriver это как логирование всего этого делать техническое. Composer это у нас оркестратор разных процессов, которые там происходят внутри. Cuber, ну, естественно, там, чтобы это мштабировалось дело. Memory Store это у нас в оперативной памяти, ну, короче, типа как Redis, в оперативной памяти хранилище для того, чтобы там быстро K-value какую-то получать. И Cloud Functions это сервис для того, чтобы оборачивать какую-то вашу функцию в виде сервиса. То есть вы не разворачиваете какую-то отдельную машину, она просто живет, и к ней обращаешься. Соответственно, мы такие умные, красивые, сделали первую архитектуру. То есть всю эту историю мы делали вдвоем с коллегой, реализовывали квартал. Считаю то, что получилось хорошо, но абсолютно считаю то, что там можно еще там что-то улучшить, еще лучше сделать, это нету такого идеального решения. Соответственно, мы спроектировали то, что у нас по циферкам, если смотреть, один это Cloud Composer, получается, в нем оркестрируются все процессы, которые запускаются, собирают метрики подготовленные. То есть у нас, получается, SQL-запрос делают, из него делается вьюшка, она хранится в BigQuery. Соответственно, Cloud Composer запускается, собирает значения метрик, перелопачивает их и далее их перекладывает уже на расчеты. То есть у нас, получается, два это BigQuery, в котором хранятся эти вьюшки и значения метрик. А вот Composer забирает их. Три, это получается, Cloud Function отдает их на маршрутизатор. То есть это такой некий роутер, который говорит уже, работает непосредственно с каждым значением метрики и говорит то, что все ли там хорошо или нет. Если там есть какое-то подозрение, то отдает на 4. 4, это у нас, получается, платформа для стат-анализа и ML. Там в зависимости от поведения метрики применяются статистические расчеты и модели машинного обучения. Потом, получается, эта история возвращается, как мы думали, и передается в PopsApp. Далее, чтобы передать, то есть сформировать отчет конечному пользователю, и чтобы пользователь, когда увидел этот отчет, он такой, ой, я пойду, что там что-то сделаю, а если он скажет, что этот отчет неправильный, кнопочку нажал, и чтобы эта информация сохранилась, и модель как бы дообучалась на этом. Соответственно, с чем мы начали? Вот теперь вот история про проблемы. В документации мы когда смотрели Cloud Function, там написано то, что квота по взаимодействию сервисов, там вообще прекрасно, там 100 миллионов каждые 100 секунд вызовов Cloud Function. Мы такие, замечательно, все запустили, начинаем отправлять. Условно, каждый расчет формируется, вот на старте формировалось там порядка 500 тысяч метров, то есть мы как бы две метрики запустили, сейчас формируется там порядка 5 миллионов. формируется. Соответственно, то есть вот такой объем данных, он как бы постоянно молотится, и мы подумали, ну, прекрасно, то есть 100 миллионов, это вообще замечательно. Но в итоге прикол в том, что Cloud Composer и Cloud Function это как бы два разных сервиса, и они, это не инвокейшн этого сервиса, это вызов по API-шке. Соответственно, мы столкнулись с первой проблемой, а вызов по API-шке там всего лишь 5000 запросов 100 секунд. Мы расстроились, естественно, начали копать, что с этим можно делать, и там, к сожалению, не так много информации у нас так, overflow, там, на форумах из-за Google, и они так не очень быстро отвечают на вопросы. Получается, очень приходилось кучу времени проводить документацию, то есть документация Google – это вот такой главный момент, где есть вся информация. Соответственно, на основании документации, через 5 ссылок поняли то, что можно сделать по-другому. Соответственно, пересобрали архитектуру таким образом, то, что у нас Cloud Composer, когда формирует вот эти вот 5 миллионов метрик, он их отправляет в Popsat. Соответственно, у нас накапливается очередь, которую рассасывает Dataflow. А Cloud Functions Dataflow уже работают, как инвокейшн, 100 миллионов. Соответственно, вот в такой архитектуре, получается, все работает. Соответственно, вот справа, как бы это как выглядит. То есть у нас с сервера, этот вот Cloud Composer, приходит, ставит значение в топик, Popsat, то есть он как в subscription, там получает это значение, и передает в Dataflow. Dataflow передает в Power Function, там преобразовав, и все работает. Мы еще заложили то, что у нас потом могут клиенты отправлять сообщения, то есть если мы хотим с нативных приложений и работать с метриками, так же это можно делать. Соответственно, далее, чем мы столкнулись, то что Dataflow, все замечательно, он работает на питоне, работает на Java, мы такие молодцы, мы же на питоне программируем, сделаем стриминг на питоне. Эта история вот была, получается, ну, около, наверное, месяцев 7-8 назад, вот когда мы Dataflow запускали, и там такой момент был, что мы запускаем на питоне, там есть два процесса. Один процесс это патчевый, когда процесс запустился, перелопатил что-то и уснул, а второй стриминг, который он стопом работает. Соответственно, когда мы написали на питоне, запустили, у нас неделя поработала, упала, мы не понимаем, что произошло, смотрим, никаких логов об ошибках, ничего вообще нету. Перезапустили опять, начали мониторить то, что там обложили логами, то, что где-то что-то упадет. Так же, проработала что-то дня три, упала, потом запустили, проработала месяц, мы подумали, типа, прекрасно, опять упала. То есть мы, в общем, копались с этим где-то полтора месяца, и в итоге, мы когда запускаем на питоне стриминговый процесс, в ошибке запуска вылазит, то, что, ребята, извините, у нас проблема, ссылка на решуя, я, к сожалению, не сфоткал, ссылка на решуя в гид, в котором решают вопрос, типа, что делать со стримингом на питоне. В итоге, мы ждали то, что они это починят где-то две недели, вообще ничего не происходило, и мы подумали, типа, ну, окей, ладно, давайте перепишем все на джаве. И вот здесь мы, получается, эту всю историю переписали на джаву, в принципе, не очень проблематично было, но мы, как бы, такое, то есть, как потратили время. Ну, соответственно, на джаве все работает безотказно, поэтому, как рекомендация, то есть, месяц назад мы запустили еще процесс на питоне, потому что, увидели там, в ветке то, что они вот запустили, и это заработало. Поэтому, вот сейчас у нас месяц работает на питоне, вроде как все окей, но мы периодически проверяем, потому что, ну, был этот кейс, и у них прям ссылка на Ишуя была, то есть, это они признавали то, что у них есть какая-то проблема, и она была достаточно длительное время. А в стриминговых вещах, ну, нам важно, чтобы это работало хорошо и быстро. Соответственно, с этой историей поработали, как рекомендация, когда вы будете делать стриминг на датафлоу, я бы рекомендовал, если у вас есть специалист, который программирует на Java, чтобы это на Java написалось, потому что, вот, за полтора года, ну, не за полтора, это за, ну, 8 месяцев в год, ни разу не упала эта история. На питоне кейсы были. Соответственно, далее у нас новый момент возник. Мы, так как встроили туда попсаб, мы, ну, тоже думаем, то, что попсаб, как любой там, RabbitMQ, то есть залетело, отправило, ушло, все замечательно. По факту, мы начали выяснять момент, то, что, во-первых, попсаб сервис замечательный, он очень дешевый, копейки стоят, он большие нагрузки там масштабируется, он, как очередь, хорошо себя показывает. То есть, у него, там, нету никаких таких сильных проблем. Есть два таких момента основных. Первое, это то, что у него могут теряться сообщения, а второе, то, что у него могут дублироваться сообщения. Мы, когда начали вот это все собирать дело, у нас как бы есть ID расчета, мы начали это связывать и увидели то, что есть дубли и не связанные вещи. Начали копаться в этом во всем и в документации, опять-таки, там, через три страницы увидели то, что смысл работы очереди попсаб, то, что у него концепция доставки от Pist Once. То есть, сервис попсаб вам говорит то, что я во время работы должен хотя бы раз доставить, но не гарантирует то, что доставят только один раз. Там история в том, то, что когда попсаб принимает сообщения, сабскрайбер его сразу забирает. Соответственно, может быть такой момент, то, что в попсаб в одну миллисекунду прилетит два сообщения с одинаковым ID-шником и они дальше пойдут в работу. И если вы посмотрите влоги стак-драйвера, то вы прям будете видеть то, что у них технически одинаковый лог, но две строчки формируются с расчета. То есть, это вот именно лог работы в Google Cloud. Вот. И этот кейс, который я также вам рекомендую обратить внимание, потому что, например, если у вас критичный сервис, который должен однозначно показывать информацию, дублироваться, и потом вы над этим еще что-то будете делать, вы столкнетесь с этим моментом, если у вас много данных будет улетать. Соответственно, и может быть потеря сообщений. То есть, условно, если вы будете проверять какую-то контрольную сумму, у вас на самом деле может совпасть, потому что может так звездно сложиться, то что вы потеряли 10 сообщений и задублировалось 10 сообщений. Объем этого, он не такой большой. То есть, мы когда проводили анализ, мы видели то, что объем это порядка полупроцента. То есть, от полупроцента до процента эта история может быть. Это может быть критично, может быть некритично. То есть, для нас это было критично, потому что мы делаем такой замечательный сервис. Поэтому мы проанализировали, есть такая штука, memory store. То есть, как говорил, это типа Redis. По-моему, там даже Redis внутри шит, но чтобы не врать, не буду утверждать. Соответственно, это как-то хранилище в оперативной памяти, и мы на нем делаем то, что когда у нас происходит расчет Cloud Function, мы как бы считаем. Соответственно, мы считаем, и далее, когда у нас происходит расчет, мы проводим контрольную проверку. Если у нас она не сходит, у нас запускается побочный процесс, который просто берет айдишники расчетов, которые выпали, и запускает только их. Запускает он это один раз, потому что там нагрузка небольшая, и они уже все пролетают, там какие-то проблем нет. Соответственно, далее, у нас получается, эта история слушает, отправляет информацию на расчет выявления аномалий в поведении метрик. У нас сегодня разговор не про машинное обучение, стат-расчеты и прочее, поэтому там, по сути, по-простому, то есть там есть блок Cloud Function, на котором работают статистические модели. И у нас работают три статистических модели, это 3Sigma, уточненный метод Хоглина, и фильтр Калмана для выявления аномалий во временных рядах. И есть еще отдельный блок, на котором крутится моделька LightGBM, которая зафичена, то, что она предиктит 99,5%, то есть это как бы верхний порог. Соответственно, если она предиктит, на основании поведения временного ряда, если она предиктит то, что там какое-то значение, а пришло значение больше, чем это, то это, соответственно, аномалия. Как-то, не знаю, потом могу рассказать, или у меня в конце контакта будут, с радостью над тем поболтаю, потому что временные ряды это такая головная боль моего последнего года жизни, и очень прям люблю их. Вот. Соответственно, далее мы спроектировали, что у нас как бы вот этот фидбэк, как его получать. Мы совместно с дизайнерами задизайнили, в общем, отчет, который приходит на почту, ну, вот его как технический формат, и получается история такая, когда у нас сервис по детекту аномалий говорит то, что тут есть аномалия или нет аномалий, если есть аномалия, у нее ускорится, насколько это сильная аномалия, ранжируется по самым критичным аномалиям, потому что бизнес-пользователь сам изначально не знает. мы когда проектировали эту историю, мы спрашивали, допустим, окей, вот мы ранжируем, пришло там, допустим, что аномалий, ты же все равно не будешь смотреть все аномалии, какие для тебя, как аранжировать, чтобы ты вверху увидел самые значимые. Потому что самый простой подход, то есть там, где больше количества, значит, наверное, допустим, было количество платежей 5 миллионов и упало там до 2 миллионов, либо там было количество платежей 100 и упало до единицы. То есть по ощущениям, как бы с 5 миллионов до 2 это больше значимо, но в относительном значении это меньше. И нам сначала бизнес-пользователь сказал, нет, в маленьких кейсах тоже может быть интересно, поэтому ранжируйте просто по отношению аномалии к нормальному поведению. Мы такие, окей, начали так ранжировать, а в итоге потом получили фидбэк, то, что нам не интересно, потому что там маленькие кейсы всплывают. Потому что условно со 100 до единицы упасть гораздо проще, чем с 5 миллионов до 2 на самом деле. И в итоге мы сделали такой комбинированный расчет, то, что у нас дельта отношения, она умножается на количество и в итоге, ну, то есть это комбинированный расчет, получаем то, что у нас учитывается дельта аномалии и количество. Соответственно, у нас как бы вверх всплывают штучки. Там как бы при этом можно потом будет добавить коэффициент, допустим, альфа и бета, как знаете, все формулы математически моделируются, то, что если мы даем вес какому-то элементу больше, мы как бы у него просто коэффициент увеличиваем и там при делении учитываем эту историю. Вот. Соответственно, потом это можно будет сделать. Но пока ок. Вот. И мы еще хотели сделать, чтобы у нас мы получали обратную связь от пользователей, чтобы сервис обучался, потому что когда я проводил анализ в компаниях, там, Авито, Око, Касперский, вот с коллегами разговаривал, там получилось так, то, что в среднем вот эти системы, они где-то 2-3 месяца живут, и они как бы такие false positive генерят события, потому что статистически это аномалия, и статистически это сильная аномалия, но у эксперта у него есть понимание то, что, ну, типа, это ОК для этого проекта, можно на это не обращать внимания, и пользователь должен уметь сказать то, что, типа, это неправильное срабатывание было, а система должна это запомнить. Соответственно, у пользователя, у него в учете есть кнопка Hide Metrica, если он нажимает, это как бы происходит где-то запрос на Cloud Function, там уже нету никакой очереди, потому что, ну, условно, у нас в компании порядка 300 сотрудников, даже если все в одну секунду что-то нажмут, то это, ну, не будет 5000 запросов, ну, очень низкая вероятность, поэтому там не нужно что-то такое проектировать. Вот, соответственно, Cloud Function обрабатывает эту историю, отправляет батчевую запись и записывается это дело в BigQuery. Соответственно, записывается информация о том, что вот этот алерт был ошибочный. Соответственно, когда в BigQuery эта информация сохранена, у нас есть, ну, в блоке вот 4, как раз таки, регламентное дообучение, которое берет поднимает информацию о всех обратных связях, о треш-холдах и корректирует, ну, там, тюнинг-модели происходит, то, что он корректирует, то, что, как бы, вот в этих метриках, вот в этом кейсе ты не, как бы, это неверный треш-холл. Вот. Соответственно, это все у нас как сервис, естественно, живет. Мы думали, какую базу данных это все завернуть, потому что там есть всякие технические настройки, и подумали то, что, там, ну, классические разработчики скажут, там, что-нибудь нужно такое, а мы взяли и запихнули, собственно говоря, это в тот же самый BigQuery, то есть у нас каких-то технических настроек, каких-то продовых вещей, таких, которые транзакционные, там, такого не летает, поэтому у нас есть история, когда там, ну, делаем какой-то запрос, собираем информацию по мета-данным и далее с этим работаем. Соответственно, мы взяли, BigQuery запихнули, сделали отдельный проект, там, вот, Metric Stream, и живем с этим. То есть, это плюс в чем? То, что при отдельном проекте мы вообще прозрачно контролируем биллинговые расходы, так как, ну, это все кушает денег, мы можем понять, типа, дорого-недорого, хорошо-нехорошо, но мы столкнулись с одним моментом и, как бы, перенесли в итоге то, что запросы, если вы делаете какие-то SQL, BigQuery, вы их можете делать между проектами, если они находятся в одном регионе. То есть, когда вы выбираете регион, если у вас будет, как бы, работа какая-то, когда у вас несколько регионов, опять-таки, рекомендация, делайте их в одном регионе, потому что это вам облегчит жизнь потом, когда у вас какая-то аналитическая задача появится. Вот, как бы, наша техническая визуализация, мы с коллегой сделали, у нас, получается, в Google Chat отправляется отчет о том, просто, как это все дело отработало. В Data Studio мы там дашбордик сделали, просто, чтобы смотреть. У нас, получается, есть вот Chart URL, он генерирует всякие вот диаграммки для почты в Gmail. То есть, мы, как бы, моделируем еще какую-то линию, которую с почты нам отправляем, то есть, вот такую статистику, там, что, как произошло, и через NGRI делаем рассылку. То есть, тоже, может быть, кому-то будет полезно. Соответственно, мониторинг, это у нас стандартный стэк-драйвер в Google грудится, то есть, там, можно какие-то простые алерты настроить, потому что, если что-то сломается, чтобы заалертило, но мы его больше смотрим именно как лог, как отрабатывают всю эту историю, там, очереди, как отрабатывают, как там дублирование, как у нас происходят коллизии, там, всякие эти, вот, и в итоге у нас инфраструктура получилась такая, то есть, у нас Cloud Composer, он отправляет в PopsApp, вот это Flow, потом Cloud Function, Cloud Function отправляет в свой PopsApp, PopsApp работает с AI-платформ, и, на самом деле, вот там была картинка, то, что мы думали, то, что четвертый сервис будет возвращать обратно в Cloud Function, на самом деле, Cloud Function, он, как бы, умеет отправить, а получить обратно не умеет, тоже учитывайте это, то есть, у него стандартный респонс идет, и он именно работает как в одну сторону передачи, то есть, у него не будет того, то, что он ждет какой-то ответ, и дальше куда-то отправляет, соответственно, у вас нужно проектировать архитектуру таким образом, то, что эта история, она улетела дальше, куда-то пошла, и все. Все, и, соответственно, потом это все сливается в Папсаб, который слушает Cloud Function, то есть, в случае, если нужно салертить, и отправляется отчет пользователю. Пользователь может в Cloud Function и тыкнуть то, что, ну, в отчете тыкнуть, который среагирует в Cloud Function и запишется в BigQuery. Работает уже, получается, вот мы в конце первого квартала полностью завезли эту инфраструктуру, и вот второй, пожалуйста, продавая, использование было уже с бизнес-пользователями и там вот всяких интеграций. Соответственно, по стоимости, вот все вот эти сервисы, которые я перечислил, есть компоновка, выходит нам порядка, ну, там, мы считали, то есть, сейчас мы там еще чуть-чуть добавили, там, порядка 1400-1500 долларов в месяц. Много это или мало, вот, судить вам, то есть, для нас, это прекрасная цена, потому что мы, по сути, все это делаем без участия DBA, без участия sysadmins, без участия DevOps, то есть, мы сами себе DevOps, sysadmins, в своем проекте крутим-вертим, будет, если участвовать, то есть, нам DBA помогает в настройках credentials для сервисных аккаунтов, чтобы взаимодействовать с основным хранилищем компании, то есть, там было написано XO, VH, вот, соответственно, мне кажется, если бы здесь участвовались сегминами, мы бы плюс-минус эти деньги платили им, если бы мы где-то это крутили, не в Google Cloud, поэтому, и плюс те нагрузки, которые перелопачивают, прекрасно, то есть, не нужно заботиться о каком-то локальном кубернете, как-то контролировать нагрузку, то есть, оно само масштабируется, мы просто видим, то, что у нас цена по биллингу, она соответствует, и если вдруг там что-то произойдет, то мы, ну, можем что-то скорректировать. Единственным моментом, который я вот, не добавил, к сожалению, в презентацию, про Composer. очень такая штука интересная, обратите внимание, там, на один момент, то, что, когда вы будете запускать какой-то сервис, у них около трех месяцев назад появилась, короче, штука, которая называется Airflow Monitoring, она дополнительно жрет деньги, ее нельзя отключить, то есть, ты ее выключаешь, она автоматом включается, ты ее выключаешь, она автоматом включается, то есть, они это сделали для того, чтобы Airflow, он как самостоятельный, то есть, это компоузер, внутри него живет Apache Airflow и Kubernetes, и они как бы там, ну, живут друг с другом хорошо, соответственно, эта штука, ну, как Google говорит, для того, чтобы в Stackdriver сообщения все нормально попадали, вот, но, мне кажется, это просто не денег, еще хотят высосать, вот, но, не знаю, вот, соответственно, какие у нас итоговые результаты, у нас ежедневно считается более чем 5 миллионов метрик, ну, значений метрик, то есть, в разных разрезах, потом у нас, ну, периодически происходят запросы на новые метрики, это как хорошо, ну, использование сервиса, получается, мы, у нас есть корректная информация о значениях бизнес-метрик, мы в следующий квартал поняли то, что у нас система на самом деле подходит для работы с метриками по SLA, метриками для тех лидов, для системных архитекторов, и в следующий квартал мы планируем вот интеграцию метрик, именно вот уже таких технических, там, по кодам ошибок мониторий, вот, чтобы этот аспект еще контролировать, сервис работает стабильно, вот, мой коллега, который, как раз таки, я больше в роли менеджера, а коллега в роли разработчика, то есть, потому что, так, сложилось исторически, и проверяет, смотрит периодически, то есть, он работает хорошо, поэтому могу сказать, что такая архитура, она стабильна, модели detect-аномальные работают нормально, корректно, но это как отдельная тема разговора, куда-то можно бесконечно разговаривать, соответственно, такой вот summary, на то, что вам нужно обратить внимание, когда вы будете делать что-то подобное, либо использовать подобные сервисы, если один сервис Google Cloud Platform, это стабильно, все хорошо, когда вы разные сервисы друг с другом начинаете комбинировать, тогда, возможно, какие-то проблемы, потом, если у вас есть какие-то проблемы, с которыми вы сталкиваетесь и вы начинаете гуглить, на самом деле, открытой какой-то информации по решению проблем, ее не так много, ну, по крайней мере, вот тот, который мы ищем, а ее, к сожалению, не так много, и приходится, если, например, в других каких-то вещах вот на стаку оверху можете найти ответ, то тут вы, скорее всего, будете копаться в документации, потом, это, наверное, связано с тем, то, что доля рынка Google Cloud Platform на рынке клауда, она меньше, чем в Microsoft, и поэтому, ну, возможно, из-за этого, то, что комьюнити, ну, на самом деле, не такое большое. Потом, в документации куча ссылок на всякие там Quick Start, и туториалы, связанные документы, периодически я выходил на ссылки страниц, которые там просто на всю страницу так красно написано, деприкейтед, то есть, весь этот материал устарел, но на него есть ссылка, поэтому рекомендую документацию читать вот не по диагонали, а прямо вот вчитываться, потому что я не сторонник этого, ну, хотя, по идее, надо, да, то есть, все это дело правильно читать, но чтобы у вас работало хорошо, это, на самом деле, будет быстрее, нежели вы что-то сделаете, найдете ошибку, и потом будете это переделывать, то есть, если бы, например, мы сразу читали всю документацию, мне кажется, мы бы еще и быстрее сделали. потом, получается, когда разрабатываете, так, что такое, research, ready-made, а, получается, исследуете вот какие-то внешние решения, которые уже сделаны, там, на самом деле, куча инсайтов, вот как мы исследовали какие-то сервисы для подобной задачи, для себя поняли, то есть, что для нашего бизнеса нужно из этого всего, поняли то, что это дорого, и там как бы много функционала, который нам не нужен, и решили сделать свое, то есть, вы можете решить делать свое, либо купить то, что вам подходит. Потом, получается, смотрите, пожалуйста, по rate-лимитам, то есть, вот с этой вещью я столкнулся несколько раз, и я к ней теперь так, очень чувствительный, то есть, когда несколько сервисов Google Cloud интегрируют, то, вот, потом, data flow, он может на питоне быть не очень стабильным, а pop-up может терять или дублировать сообщения, вот, и, собственно говоря, когда вы делаете разные проекты в Google Cloud Platform и планируете то, что вы потом с ними как-то будете взаимодействовать, то лучше думайте то, что их делать в одном регионе, это тоже вам сэкономит время. Вот это я вам такие советы хотел дать как сообществу, разработчиков Google Cloud Platform. Соответственно, спасибо вам большое за внимание, и тут мои контакты, если вдруг вы захотите какие-то вопросики либо пообсуждать что-то, пишите, пожалуйста, буду рад. У меня, собственно говоря, все. Спасибо большое. В общем, да, времени на вопрос у нас особо не осталось, так что пишите либо в Саше в Телеграме, либо в наш общий чат в Телеграме. Вот, у меня есть быстрый вопрос, один задам. Ты очень, очень насыщенный доклад, у тебя спасибо именно с технической стороны, а мне вот интересно, есть ли какие-нибудь по опыту у тебя интересные вот и самые показательные бизнес-метрики, ну, какие бы ты выделил именно, на что стоит обратить внимание? Самое простое, то есть, вообще, когда начинают работа с метриками, самое простое определить основные шаги, то есть, такой, некую воронку. Это вот самое простое и это самое надежное для любого бизнеса. Соответственно, когда у нас есть воронка, мы можем определить конверсию, либо вообще, как бы, из самого верхнего шага в самый нижний, либо промежуточные шаги. И вот эта конверсия, она сразу же даст дополнительные вопросы, типа, почему такая маленькая, или где боттлнек у нас. И это сразу дает еще, у нас сейчас вот разные задачи начинаются, вопросы с майнингу, то есть, автоматически искать эти боттлнеки, какие-то рекомендации делать, чего лучше в бизнесе. Поэтому, я бы, вот, самое простое, конверсия. Конверсия, она и в Африке конверсия. То есть, ее просто посчитать, несложно ошибиться, и она дает много информации, и она уже отнормирована. Соответственно, дальше уже искать. Я понял. В общем, спасибо большое за доклад. Спасибо большое всем, кто подключились. Встретимся на следующем докладе. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok